Что вы хотите погулять? Пойдем погуляем. Гастрофолис это настоящее сокровище среди некрупных ящериц. Яркий окрас, активный образ жизни и бесстрашие делают эту ящерицу поистине уникальной в коллекциях киперов. Как уже было сказано ранее, ящерицы это некрупные. По телу достигают всего 15 сантиметров, но каков хвост? Его длина может достигать двое больше длины самой ящерицы, а того обиднее, если он потеряется. А как и все лацертиды, гастрофолисы отбрасывают свои хвосты. Так что аккуратнее, не ловите ящерицу за ее пятую конечность. Счастью, сей казус случается не так часто. А все потому, что гастрофолисы настоящие спартанцы. Вы наверняка видели все эти смешные видео с ящерицей, которые высовывают язык и дышат как собачка. Так вот, это гастрофолис праздник. Такое поведение это некий элемент устрешения. Яркий розовый язык и пасть, сама ящерица насыщенного изумрудного цвета, полное отсутствие страха. И все это в совокупности должно вызвать у потенциального врага как минимум опасение. Даже совсем еще карапузы, только что вылупившиеся из яйца, весьма смело смыкают свои крошечные челюсти на коже ваших пальцев. Охватка, у них все надо. Могут по несколько минут не отпускать свою гигантскую кожаную добычу. Красавчик. Ты такой красавчик? Смелый. Однако бесстрашный характер гастрофолисов играет нам на руку. Приручить смелую ящерицу довольно просто. Достаточно начать кормить с пинцета, вызывая ассоциации руки равно еда. И через некоторое время ящерица сама, стоит подойти открыть террариум, будет прыгать к вам на руки. Причем прыгать в буквальном смысле. Пойдешь ко мне на руки? Привет. Молодец. Ты такая смелая ящерка. Уже такая изумрудная. С возрастом потеряла свою голубизну. Дело в том, что ящерица это древесная. И в естественной среде обитания предпочитает жить на кустарниках и деревьях. Поэтому и террариум у нас должен соответствовать ее образу жизни. Это значит, в нем должны преобладать ветлистые коряги, лозы, фактурные фоны, куча растений и других декораций, по которым ящерица сможет без проблем лазать и прыгать. Все мы помним, да, что древесникам необходим террариум вертикального типа. Ящерица это родом из Кения, потому очень любит тепло и влагу. Но не переусердствуйте, сырость тоже не нужна. Достаточно поддерживать влажность в террариуме на уровне 80% и опрыскивать из пульверизатора террариум утром. А затем наблюдать, как ящерица пьет, слизывая капельки влаги со стенок террариума. Передумал. Но наличие небольшой поилки со свежей водой в террариуме все равно приветствуется. В качестве подложки можно использовать любой древесный субстрат мелкой фракции. Кокос или смеси земли с листвой. Вот у нас террариум для вот такой вот малышки. Гастрофолиса – социальные существа. Однако в террариуме достаточного размера можно содержать и группу ящериц. Это самец и несколько самок. Не сажайте в один террариум нескольких самцов. Могут произойти драки. Эти ящерицы всеядны, однако большую часть их рациона составляют насекомые. Они одинаково хорошо едят как живых насекомых, так и размороженных. А также смеси, содержащие насекомых, фрукты и фруктовые пюре. От них они тоже не откажутся. Не забываем про минеральные добавки. Эти ящерицы ведут активный дневной образ жизни, поэтому наличие лампы обогрева и ультрафиолетовых ламп обязательно. Расположите ваши декорации в террариуме так, чтобы самая высокая ветка доставала до точки прогрева, где температура достигала бы 35 градусов. Не забываем, что расстояние от ультрафиолетовой лампы до ящерицы не должно превышать 20 сантиметров. Дневную ящерицу невозможно переултрафиолетить, поэтому выбираем лампу самого максимального спектра от 10 до 15%. Если вы не хотите работать руками и опрыскивать террариум по утрам самостоятельно, можно установить систему орошения. Но, повторюсь, не переусердствуйте. Избыток влаги может повлиять на ящерицу так же негативно, как и ее недостаток. А это чревато аспираторными заболеваниями, нарушениями линьки, грибком и так далее. Мы снимаем видео, Кирилл, не говори.